Главред, Украина, Европа сдает Украину. А чего, собственно, все ожидали? Илия Куса. Главред, Украина. 16 февраля 2020 года. Появилась новость о том, что некий скандальный мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности после того, как патриотическая общественность возмутилась из-за его антиукраинскости. Я нашел версию, которую удалили с сайта, и прочел ее. Честно говоря, этого стоило ожидать. Сокрушаться по поводу проукраинскости или антиукраинскости каких-либо инициатив за границей, это трата времени и энергии. Потому что любой план, подготовленный где-то далеко за пределами Украины, без нашего участия не будет ни проукраинским, ни антиукраинским. Он будет учитывать интересы тех, кто за ним стоит. В данном случае, это просто сухая, циничная реаль политик. 12 пунктов холодного, местами неприятного с моральной точки зрения, расчета. А чего, собственно, все ожидали? Что на шестом году война Европы будет продолжать потреблять наши эпофосно-патриотические заявления, лишенные смысловой нагрузки и практических шагов. Что они будут продолжать сохранять санкции в ущерб самим себе, игнорируя собственное общественное мнение, национальные интересы и бизнес-лобби. Что они будут и дальше смотреть на то, как мы вносим в Конституцию фантазии АЕС и НАТО, но при этом мало что делаем на практике ради этих целей, а потом пытаемся строить мини-Россию со своим раскомнадзором. То, что опубликовали, а затем поспешно удалили, это типичная схема, очерчивающая контуры будущего российско-европейского договорника по Украине, который является неизбежным в условиях отсутствия в самой Украине видения урегулирования конфликта и собственных позиций. Эту тему на Западе обсуждают в открытую уже третий год подряд, если не дольше. Возмущаться тут нечем, ибо за пять лет конфликта у нас не появилось ни национального консенсуса относительно урегулирования, ни видения этого самого урегулирования, ни полноценной внешней политики, ни стратегии реинтеграции Донбасса, деоккупации Крыма или усиления своих международных позиций. Первые признаки российско-европейского договорника по Украине появились еще на рубеже 2015-2016 годов, и в Мюнхене появилось равно то, о чем мы предупреждали, фундамент будущей сделки, ставший продуктом пересекшихся интересов РФ и Европы, многолетних лоббистских усилий Кремля и его информационно-пропагандистской работы в условиях отсутствия альтернативного нарратива со стороны Украины. Здесь Украине надо принять этот холодный душ, и начать выстраивать собственную позицию по Донбассу, Крыму, отношениям с Европой, США, Турцией и другими регионами мира. Иначе нас ждет. Вот равно то, что было написано в этом скандальном мюнхенском плане. Илья Акуса, эксперт по вопросам международной политики Ближнего Востока Украинского института будущего материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.